Привет, мои дорогие! Ну что, давайте сегодня обсудим ароматы на теплую осень. Я здесь подготовила, как и раньше, выбрала ароматы, такую сделала подборочку. Здесь я сначала добавляла Avon парфюмы, Ariflame, потом я решила, что сетевые ароматы мы обсудим в другом видео. Итак, что сегодня хочу показать? Первое, что попадается, конечно, на начало осени я бы очень сильно хотела. Это, по-моему, или турецкая, или, в общем, какая-то такая восточная парфюмерия. И Luxador, она считается, ну, вроде как, почти люкс. Продаются они только по 30 мл. Где взять этот аромат, я оставлю телеграм и ссылочку на ютуб-канал. Их можно также взять на распив. В общем, первый аромат, который называется Шахзада. Этот парфюм аналог на флёрт-наркотик. Но это считывается направление флёрт-наркотик, но аромат сам по себе совершенно не такой. Я его помню, мне его подарили в апреле. Я его носила в апреле, когда мы только переехали сюда в дом. Он не такой, я даже не знаю, не такой прохладный. То есть, если брать оригинал, то всё-таки это аромат больше летний, тонкий, такой вот свежий. Этот как раз-таки на осень, на зиму, на весну. Дикая стойкость, дикий шлейф. Скорее всего, я его себе повторю, когда я закончу. Ну, вот смотрите, у меня вот так. Я думаю, что мне хватит и на осень, и на зиму, и, возможно, на весну. Буквально два пшика. Ну, всё, как я люблю. В общем, люблю я вот эти вот все, знаете, Эмираты, Турция. Вот такие вот мощные, громкие ароматы. Хотя многие мне пишут в комментариях, что так нельзя делать, там и т-т-т. Ну, я люблю, простите, я так буду делать. Учитывая, что такие парфюмы, я не наношу по пять, по шесть пшиков, как обычно. В общем, про что аромат. Это про персик, личи, мох в базе. Ну, конечно, какие-то есть цветы, зелёные ноты, мох, древесность. Он фруктово-цветочный. Он довольно красивый и женственный. Он совершенно не унисекс. Аромат, следующий покажу уже унисекс от этой же фирмы. Он невероятно комплементарный. Он какой-то просто, ну, не знаю. Это меньше всего из аналогов аромат, который похож на флёр наркотик. Я его люблю просто как вот сам по себе. Удивительный аромат. В общем, на осень, ну, он шикарен. Знаете, вот сейчас вот эти вот ветра, да, вот эти вот порывы ветра. И как раз для этого времени года прекрасно подойдёт такой густой, такой насыщенный аромат. То есть, вот, знаете, прямо на улице выгуливать, что-то у меня как-то волосы. Я назад-назад и всё, и сижу как лысенькая такая. Значит, второй аромат от этого же бренда, люксадор. Он называется принц. То есть, в принципе, это мужской, я так понимаю, аромат. Но он унисекс на самом деле. Пахнет он чем? Смотрите. Здесь есть пирамидки. Значит, в первом аромате аналог на флёр наркотик. Личи персик. Жасмин пион. Оранж блоссом. Цветы апельсина, наверное, да? И, ну, вуду нотс. И мускус. Ну, в общем, как-то так. Так, в этом аромате, что заявлено, который принц, который, по сути, он вообще-то унисекс. Так, значит, яблоко, бергамот, старт, сердце, кедрвуд и жасмин, база, драйвудс, в общем, мускус и деревяшки. Да, так, по-русски. Этот аромат мягкий, пряный, нежный мужской парфюм. Знаете, вот такие вот восточные, мягкие, окутывающие, нежные, чуть-чуть сладковатые мужские ароматы. Но есть в нём такая вот и зелёная нотка, такая вот какая-то резкая, такая свежая. Это, я думаю, что бергамот как раз-таки звучит. И яблоко я слышу. И вот, знаете, такое сочетание свежести и вот этой резких зелёно-яблочных нот и вот этой окутывающей мягкости и сладости. Очень красивое сочетание. Этот аромат действительно звучит как унисекс, но он очень комплиментарен. И даже молодые люди его на мне могут оценить и сделать комплимент. Я делала опрос. Тоже стойко, громко, но этот аромат, кстати, я меньше носила, чем вот предыдущий, потому что этот всё-таки фруктовый, цветочный, такой красивый, женский, женственный. А этот, знаете, так под настроение, но я не знаю. Я не уверена, что флакон я бы купила, вот если я доизрасходую вот то, что у меня есть, да, вот так. И опять же, этого хватит надолго с этой стойкостью. Я не уверена, что я целый флакон куплю, но от Левант остаток во флаконе я бы безумно хотела иметь. Я знаю, где взять. Смотрите в описании под видео. Так, с этими двумя ароматами мы закончили. Что дальше? Про Турцию. Это, конечно же, шейки. Девочки, время шейков. Поехали. Шейк, вот все, почти что все сгребла. Осталось, наверное, два, по-моему, если у меня здесь ничего не стоит. У меня осталось два, которые я оставила. Все остальные я взяла и в эту подборку быстренько, да, два слова о них. Шейк под номером 90. Люблю, обожаю просто. Это аналог на Ангелы, Демоны, версия Эликсир, по-моему, фиолетовый, снятый уже аромат. И если вы его любили, его не купить просто, то вы можете взять себе аналог. Это цветочный аромат. Знаете, такой средний. Он и не легкий, и не густой, но он насыщенный, хороший. И мне он пахнет темным, классным, вкусным виноградом. Стойкость супер. Шлейф супер. Комплименты бесконечные. В общем, классный. Ну вот, прям, наверное, на начало осени вообще. Дальше. Как раз-таки флёр наркотик. Это номер 169. Это уже от компании Шейк, да. То есть, в принципе, это про одно аромат, но они разные. Они разные. Это я могу считать, что это аналог. Но люди окружающие всё равно не поймут. Поэтому, и вообще, знаете, я бы хотела его дозакончить. Этот аромат более зелёный, более мшистый, более древесный. Всё-таки я его люблю прям в прохладное время года. Но хочу на начало осени выгулять, в общем-то, да, в такую вот ветреную погоду. То же самое. Личи, персик, всё то же самое. Дальше. 167 номер Шейк. Это Бакараруш 540. Вот если наносить вообще полпшика, а лучше заходить, распылять и заходить в облачко, чтобы были какие-то просто остаточки на вас. Аромат очень красиво звучит. Я не слышу тогда, вот уже, да, когда он выветрился. Я не слышу этих медицинских нот. Если его много нанести, то, конечно, там медицина прёт ого-го. Но и вкусный, конфетный. Я не скажу, что это именно клубника. Но это что-то такое вкусное, конфетное, очень-очень притягательное. В общем, хочу его носить в ветреную погоду, в прохладную, пробовать. И вот прям совсем чуть-чуть. А ещё у меня есть идея купить в Шейке на осень. Я не помню, какой номер, но это тоже Бакараруш 540 в версии Экстракт. В общем, хочу попробовать. Следующий аромат от Шейк. Это моя любовь. Это 265 номер. Это Томфорт Лос Черри. Это вишня. Это сандал. Какой-то такой пыльный сандал. Это ваниль слегка. Это древесность. Это пряность. Это... Может быть, даже косточка, да, вишнёвая. Но её совсем чуть-чуть, конечно. Но он многогранный, он окутывающий, он густой, он ликёрный, вишня ликёрная. Это не фруктовый компот, не фруктовая водичка. Это, можно сказать, серьёзный, красивейший аромат. Ну, учитывая стойкость, знаете, носила я его достаточно много. И летом мне сложно было просто в нём. И я ждала, когда наступит то время, что я могу его выгуливать вот прям осень, зиму, весну. Вот прям долго и много. И, возможно, даже... Ну, знаете, вот он мне не надоедает. Возможно, даже я куплю себе версию побольше. Нет, 20 миллилитров. И последний аромат от Шейк. Я такие 20 миллилитров, кстати, использовала. Это номер 246. Это аналог на Black Opium от Yves Aloran. И эти 20 миллилитров мне пришли в подарок от подписчицы. Ну, это самый уютный, мягкий, сладкий аромат. Это, ну, заявлено кофе, которое я не очень слышу. Но он больше какой-то мягко тоже такой, не то чтобы конфетный, не то чтобы это про выпечку. Но он какой-то вот, ну, понимаете, такой вкусный. Вот прям вкусный, нежный, густой. Ну, не супер сладкий, но довольно сладкий, да. Обволакивающий. В старте с грушей. Вкусной грушей. Аромат потрясающий. То есть, вот я понимаю, что я 20-ку сносила, я им просто обливалась, когда мне хочется укутаться, мне хочется немножечко согреться. Это вот этот аромат. И еще 20 миллилитров я сношу 100% вообще просто запойно. И надо брать, наверное, сотку. Это точно. Он дико комплиментарный. Он очень девичий, вкусный, притягательный. Мне кажется, этот аромат вообще подойдет всем и вся. Будут комплименты. Вот если, например, Том Форд, Лос Черри, ну, в версии Шейк мы рассматриваем, то здесь какая-то пряность, какая-то вот, ну, сложный аромат, да. Ну, в общем-то, как у Том Форда, они же такие вот все сложные. То этот вот прям такая попса, но без которой в прохладу не обойтись. Дальше. Дальше еще один аромат. Это не Иван, не Арифлейм, не что-то там. Это и в Роше, но я решила сюда и поставить этот парфюм в эту подборку. Это Эвиденс. У меня в 15 миллилитрах. Для меня этот аромат всегда был тяжелым, взрослым, возрастным, но все-таки я решила как-то недавно его на себя нанести один пшик. Он прекрасно раскрылся. Видимо, я выросла, доросла до него. Если я захочу цветочный аромат, стойкий, шлейфовый, выходного дня, я бы сказала, да. Если я не захочу сладости, вот этой вот всей густоты, да, вот этих вот, знаете, турецких мотивов, то я, если я захочу именно цветочный, то я выберу Эвиденс. Это зеленые ноты, возможно, даже, да, бергамот. Это древесная, на мой взгляд, база. По-моему, почули здесь, кстати, нет. Это роза. Роза довольно свежая, но как цветочная композиция, очень густой, очень плотный, очень удушающий даже, да, аромат. Поэтому вот один пшик на улицу в ветреную погоду, я думаю, что... В общем, настало его время. То ли он настоялся за года три, то ли я настоялась для него, я не знаю. Но мне кажется, мы теперь подходим друг к другу, и я буду пробовать. Такое бывает. И недавно мы обсуждали с девочками в комментариях под видео, что я отдала, подарила четыре аромата. И мы там обсуждали, что иногда нам кажется, что куда бы его деть, он мне не нравится. Но через какое-то время вы вновь влюбляетесь в этот аромат, или вновь, не вновь, повторно. Неважно, в первый раз, да. И все, вы пользуетесь уже с удовольствием. Поэтому все-таки, ну, не стоит раздаривать парфюмерию. Я шейк еще один забыла, потому что эти все вот такие вот были, да. Вот так они разбились. Иначе будет тут запашина. Все были в 20 миллилитрах. А этот, потому что вот такой, это уже 25 миллилитров, но вот такая у него упаковка. А здесь почему-то написано, что это demonstration tester. Вроде как тестеры такие. Это номер 469. Я как-то недавно его показывала, может, неделю, может, две назад в каком-то из видео. И, в общем, его купили. И мне отписалась подписчица, что он просто прелестный. Это аналог на Narcosis Virtus. Это можно сказать в духе Baccarat Rouge 540. Это зелень. Это кислинка, которая дает, ну, как бы заменяет, скажем, вот эту вот свежесть, чистоту, которая в Baccarat Rouge, ну, звучит как бинты и медицина. И какие-то вот такие тоже клубничные, вкусные, сладкие отголоски. Это кисло-сладкий аромат. Он немножечко терпкий, он немножечко вяжущий, но он намного круче, по моему мнению. Вот, например, если сравнивать с классической Baccarat Rouge 540, именно, ну, в версии Shake, да, мы говорим. Хотя оригинал у меня есть от Levante, но особо они, правда, не отличаются. Ну, это на мой нос. Может быть, потому что я, ну, такой странный аромат, которым вы не можете пользоваться каждый день. Он вас задушит. Это так, знаете, вот иногда вот, ну, просто чтобы что-то необычное выгулять. Этот аромат лучше носится, потому что он просто кисленький, он просто сладенький, он просто зелененький. Но он очень плотный, он очень густой. За счет этого либо полпшика, либо раз в неделю, потому что он тоже такой надоедливый. Но в нем нет противных нот, отталкивающих нот. Классный аромат. Вот с этой густотой, хотя он и зелень имеет в составе, и вот вкусную, ну, будем говорить, клубнику, там, какую-нибудь там ежевику больше даже, да? Нет, 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 клубнику. Земляничку, может быть, вот так даже, да? То на ветреную погоду, мне кажется, он прям шикарный и прям на выход. Очень необычное звучание. Ну, такое вы на улице, ну, редко встретите. Классный. Вообще, это, конечно же, ниша, это аналог на нишу, поэтому и звучание у него красивое. Дальше. Если мы говорим про цветочные ароматы, как вот этот аромат от Ивроше Эвиденс, то я бы выбрала новинку. Если я хочу что-то вкусное, легкое, девичье, я выбрала бы новинку Джессика Симпсон. Вот такой прекрасный аромат. В прошлом видео буквально я его показывала. Почему? Потому что в базе шикарный белый шоколад. Там есть еще и бобытонка, конечно, но больше всего я ощущаю именно белый шоколад и огромное количество фруктовых нот. Что там? Абрикос. Там не персик, там нектарин. Ну, вот это все, что я люблю. Гранат, кстати, в старте. Ну, вот огромная такая корзина фруктовая, но белый шоколад, он немножечко перекрекивает. И получается, что аромат очень много цветов. То есть он цветочно такой легкогурманский с сладким, мягким, нежным, обволакивающим белым шоколадом. Кстати, белый шоколад я еще встречала в Арифлейм. Вот это вот со шпилькой, да. Крышка флакона, вторая версия, да, вот такой вот он нежно-розовый. Он более слащий, если сравнивать. То это вот прям какой-то нежный девичий. Но за счет вот этой сладости, такой легкой гурманики, ну, в общем, мне хочется его носить на теплую осень. В какие-то, знаете, солнечные дни. Но уже все-таки вот с этим прохладным, пронизывающим, нет-нет, ветерочком. Дальше цветочный аромат. Это Джимми Чу в туалетной воде. Покупала я его, по-моему, тоже в апреле, когда мы вот только переехали. Аромат, знаете, как-то так он звучит, классический. Такой вот, ну, ничего особенного, да, в нем нет, скажем так. Вот прям классическая парфюмерия. Аромат цветочный довольно-таки, грушевый, мускусный. Аромат шлейфовый, именно туалетная вода. Я себе купила именно, по-моему, сколько, 40 миллилитров, не 60, там больше нет. Там либо, по-моему, 40 миллилитров, либо 60. В общем, я купила себе 40 миллилитров. Легкий, вот он прям легкий. Я могу сказать, что это такой аромат на каждый день. Но все-таки я люблю грушу, такую полупрозрачную. Я люблю вот цветочность, бело-цветочность. Поэтому он, наверное, прекрасно подойдет. Хотя он самый безликий из всех тех, которые я показала. Но почему-то я решила, что вот, ну, хватит стоять. Лето стоял, да, в общем-то, купила, не пользовалась. Хотя таких много. Но моя рука его выбрала, потянулась. Поэтому он будет в этой подборке. Следующий аромат про виноград. Это педи Париж. Это номерная и разливная просто парфюмерия. Потому что это вот как раз-таки колпачок, который откручивается. Ну, не буду откручивать, хорошо закручен. Это номер 261. Это аналог на линтридит. Я просто мечтала, девчонки, о линтридит в туалетной воде. Стоимость где-то 9 тысяч, может, чуть-чуть больше. Именно туалетную воду я искала везде парфюм, везде какие-то еще. В общем, не знаю почему. То ли вот раскупают эту туалетку, то ли ее особо не производят. Я не могу понять. Но на мой нос, когда я тестировала в Ревгош, и как-то видео я снимала, по-моему, 3 или 4 линтридит. Классика туалетная вода. Потом было 3 аромата. В темной, да, интенс версии. Там еще была версия с кружевами какая-то. Почему-то я не нанесла на блотер, не протестировала. А потом, через время, я уже, по-моему, тестировала, вышел в красном флаконе. Тоже классный. Но он как-то более такой вот прям ягодный. Но он очень такой густой, красивый такой, статусный такой, знаете, зимний, праздничный бомбовский аромат. Так вот, именно туалетную воду я хотела. Чтобы прям миниатюрку взять 30-очку, их вообще не было. Большая версия стоила дорого. И тут, значит, я решила заказать себе, ну, почему бы и нет, на пробу именно малышку в 30 миллилитров линтердит в версии Педи Париж. Я обалдела. Во-первых, это виноград. Во-первых, очень стойко. Дико густой парфюм. Он согревающий, праздничный, шикарный, статусный. Он просто. Вот он из всех, которые я вам сегодня показала, для меня это, наверное, самый шикарный и праздничный. Ещё я могу, например, на выход вот этот одеть. Такой вот аналог, да, на... Ну что, на флёр наркотик. Но вот этот прям, ну, более вечерний, скажем даже так. Мне безумно нравится его раскрытие на мне в какую-то такую освежающую древесную ноту. Ну, то есть, понимаете, он не прям свежий, но вот красивая древесная база. И немного даже, которая даёт ощущение такой лёгкой чистоты, что ли. Какого-то такого, знаете, ощущения вот прям стильный парфюм. Хотя уже ни фруктовых нот, ни цветочных, ничего нет. Ну, что там у нас заявлено? Виноград обычно даёт, когда идёт сочетание туберозы, пачули. Ну, в общем, белоцветочных ароматов, но в основном это тубероза, да, и пачули. Очень красивый, именно такой густой, виноградно-цветочный. Просто потрясающий. Сладковато, немного терпкий. Обволакивающий, вообще головокружительный. Вот кто не пробовал, попробуйте. У меня есть видео, я оставлю внизу его под этим видео в описании. Видео на как раз, когда я показывала распаковку, рассказывала про эти ароматы, там есть ссылочки, где купить. Вот этот, по-моему, тридцаточка, она стоила, если меня не изменяет память, рублей 600 с чем-то. Это просто смех. Во-первых, я долго пользуюсь, реально долго, вот прям реально. Я практически ничего не использовала, потому что здесь тоже вот, ну, три пшика, ну, ну, всё, ну, всё. У меня пахнут вещи через два дня, у меня пахнет вся подушка. Это просто обалденный аромат. Я жалею, что не купила вот прям 100 миллилитров мне подавай. Вот это тоже точно мой аромат. Я бы хотела, чтобы он всегда был со мной. Вот мне, знаете, даже оригинал не нужен, потому что оригинал, вот купи себе эту большую версию или маленькую. Я не помню, там, за какой литраж, миллилитраж я смотрела, да, там 9 с чем-то тысяч. И будешь его экономить здесь, пожалуйста, обливаешься. Аромат шикарный, красивый, густой, комплиментарный, просто какой-то невероятный. Вообще не скажешь, что это, ну, какая-то там дешёвая парфюмерия. Вот я не скажу. И последний аромат – это Аджмал Аурум. Он у меня был изначально в пробничке. Он мне приходил с сайта Рандеву в подарок пробничкам. И вот я его недавно, буквально месяц назад, себе решила приобрести в полной версии. Это парфюм, по-моему, да. И он у меня в 75 миллилитрах. Я его и покупала на осень, хотя им можно пользоваться и летом, но вечером, в прохладу больше, да. Это аромат всё, как я люблю. Это фрукты, белые цветы, древесно... Ну, здесь, знаете, мне кажется, здесь и сандал, и амбра. Вот мне так кажется. Здесь всё есть в Азии, и древесина, и сандал, и амбра. Изначально, когда я его тестировала мне с пробничком, мне как-то слышалась персиковость с белыми такими, знаете, такие, когда белые цветы, они такие медовые, сладкие, такие густые, обволакивающие. Сейчас я и слышу персик, и не слышу. В общем, там такая вот прям корзина фруктовая, вот эта вот невероятная, такая вот обволакивающая, полусливочная, медовая, бело-цветочная сердце. И вот эта вот база древесно-амбровая, и всё-таки сандаловая. Вот как-то так я ощущаю этот аромат шикарный. Он сладкий, но он не супер сладкий. То есть это не сравнится ни с этим ароматом, там, ни с каким-то из шеек, да. Всё-таки, ну, такая умеренная сладость. Почему? Потому что даже летом, в принципе, его можно надеть, но либо днём в более прохладу, да, не в зной, там, не в 40, понимаете, да, там, не в 30 градусов, либо на вечер. То есть сладость такая вот прям средняя, умеренная. Те, кто любит густые, сладкие ароматы, вот прям заслащенные, для вас, наверное, это будет, ну, особо даже и не сладкий парфюм. Он очень фруктовый, фруктовый безумно. Вот белые цветы просто делают какую-то такую округлость этому аромату. Он очень красивый. Он не запоминающийся, как, например, вот этот аромат или вот этот аромат, да. Но он, ну, он красив. В общем, такая моя просто, знаете, стандартная схема. Фрукты, белые цветы, деревяшки, какие-нибудь там, если почули есть, или там сандал, или, ну, амбра не всегда, больше все-таки сандал. Ну, в общем, это все здесь есть. Ну, почули нет там такого. Ну, я имею в виду, вот что фрукты, белые цветы, особенно, когда белые цветы такие сливочные, мягкие, заслащенные, медовые. Или, знаете, когда они иногда, вот какая-нибудь, например, тубероза, напоминает отголосок, да, аж уходит в жевательную резинку, вот что-то такое, да, или та же самая гордения. Но здесь просто сливочно-медовые белые цветы. Это все мое. Я, знаете, иногда даже, когда начинаю делать подборки, я понимаю, что у меня много ароматов, плюс-минус. Они звучат по-разному, но вся эта композиция, да, вот такая вот стандартненькая для меня, про белые цветы, про фрукты. Все люблю, вот именно такое. Ну, в общем, вот последний аромат. Аджмал Аурум. Сегодня я, хотела сказать, не наносила никакой парфюм на себя, но я же нанесла сейчас на ладошки, поэтому нанесу его уже и сюда, на себя. Вот так. Прям, кстати, распыление большое. Прям большое. Мне кажется, вот три пшика и достаточно. Довольно стойкий, кстати. Не шейк, не убийственно, не педи париж, как вот этот имеет стойкость, но довольно хорошую стойкость. Пять-шесть часов. Меня это абсолютно устраивает. Все, мои дорогие, огромное спасибо за просмотр. До новых встреч. Пока-пока. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова